Вчера в Казахстане начались массовые беспорядки, связанные с решением нынешнего правительства страны повысить цены на газ вдвое с 1 января. Люди начали выходить на улицы с протестами, но в итоге действие вышло из-под контроля. В крупных городах стали захватывать стратегические объекты, мародеры стали нападать на магазины. В стране объявлена чрезвычайная ситуация. Журналистка Ксения Собчак не могла промолчать относительно происходящего в силу своей профессии. По слухам, даже кто-то из ее команды работает в эпицентре событий. В своем блоге Ксения Анатольевна опубликовала длинный пост на тему происходящих в Казахстане беспорядков. Будет хуже? С этого неутешительного прогноза ведущая начала свою речь. Собчак уверена, что происходящее было неизбежно из-за поведения Назарбаева и его приемника. Она вспомнила прошлогодние протесты в Беларуси, а также взяла интервью у оппозиционного политика Казахстана. Картина падения империи, какой-то стабильной консервативной системы, которая рушится в одну секунду, завораживает. Я не за, конечно, я резко против. Но смотрю со стороны и не могу отвести взгляд, отметила Ксения. Также журналистка дала оценку возможных последствий происходящего для России.